13 школ края с 1 сентября попали под эксперимент. Уже в этом году они учатся по пятидневке. Это стало возможным после некоторой корректировки образовательных стандартов. У нас полностью на пятидневную неделю переходят 137 и 118 школы. В 49, 106 и 117 школе у нас переход будет в некоторых классах. Чтобы школа перешла на пятидневную неделю обучения, директору учреждения нужно получить одобрение родителей и самих учеников, учителей и профсоюза школы. Но еще один важный определяющий фактор – образовательная программа, которую можно подстраивать по себе. Так, например, в 137 школе обучается по программе школы России. Она позволяет варьировать учебные дни и часы. Второй иностранный язык, в данном случае у нас это был немецкий, он становится для обучения по желанию родителей. Поэтому родители у нас отказались от данного учебного предмета, в связи с чем мы официально смогли пройти в пять учебных дней. Родители более чем рады такому пятидневному режиму обучения своих детей. Освобождение субботы. Я считаю, что для детей это очень положительный такой момент. То, что у детей будет больше времени на какие-то кружки, хобби, на отдых, на занятия спортом, например. Да просто на прогулки и нахождение на свежем воздухе. Под эксперимент попали как городские, так и сельские школы. Например, в Налобихе к этому отнеслись с гордостью. Но не у всех школ такой праздник. К нам обратились родители некоторых школ Барнаула, которые бы тоже хотели перевести своих детей на пятидневку. Но, говорят, в образовательных учреждениях им отказывают и советуют не поднимать эту тему. От комментариев мамы и папы отказались. Тем не менее, через год пятидневка должна перестать быть экспериментом. С 2022 года шестидневки обещают перевести все школы края. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.